Около пяти лет назад в результате столкновения двух автомобилей на 44-м километре трассы Кавказ погибли два человека. Фигурантом дела, а затем и обвиняемым стал теперь уже бывший судья Мирового суда Урупского района Максим Якуш. И вот сегодня, спустя два с половиной года расследования и столько же судебных разбирательств, наступил момент вынесения приговора. В зале Айдаги Хабльского районного суда побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Вот все его эти подвесы, это, как говорится, для здоровья, это уже свидетельство о смерти. В этой папке родители Аскера Узденова бережно хранят всё, что связано с их сыном. Детские фотографии, рисунки, два диплома о высшем образовании, корочка участника боевых действий в Чечне и многое другое. Случившаяся пять лет назад трагедия оборвала жизненный путь человека, которым городились родные, на кого могли положиться друзья. Лаура Узденова показывает нам комнату, из которой в последний раз вышел её сын. 12 мая 2018 года Аскеру надо было отправиться по делам в Ставропольский край. Однако для него и ещё одного пассажира Киа Рио, 19-летнего Владислава Глацкого, поездка завершилась трагически. На 44-м километре трассы «Кавказ» на полосу движения автомобиля, в котором они сидели, с противоположной стороны выскочил внедорожник под управлением, как позже выяснится, судей Мирового суда Урубского района Максима Якуша. Понимаю, что уже никогда он не вернётся в эту комнату, не ляжет на эту постель. Никакой матери не желаю такого. Очень тяжело. В результате лобового столкновения автомобилей Владислав от полученных травм скончался на месте. Аскера медики доставили в Черкесск, в республиканскую больницу, где в течение трёх дней безуспешно боролись за его жизнь. Ансар Узденов, узнав об аварии, тут же приехал в медучреждение, где в первый раз увидел водителя-внедорожника. Я сначала его видел. Мне сказали, что второй машины нет ещё, скорая, там вторая скорая. А потом мне сказали, что сын в реанимации. Я прошёл через него и наверх. А потом я узнал, что случилось. Этот виновник лежал, оказывается, там. Родственники Максима Якуша позаботились о том, чтобы поскорее перевезти его в Ставрополь. Мол, там лечение и восстановление после аварии пройдёт успешней. С заведённым уголовным делом на первых порах возникали странности, из-за чего оно добралось до суда лишь в июле 2021-го. Сначала он думал, как. Сказал, что он упал с лестницы. Потом, когда понял, что это так не останется, сказал, что после ДТП. И тот первичный анализ крови, который был в Ставрополе, его вёз сюда Филиппов, следователь. Но сейчас он сидит в Москве в тюрьме за такие же грехи. И так как он оттуда взял одну кровь, сюда привёз, неизвестно, как он привёз, что он привёз. Главное, в крови нет алкоголя. Благодаря настойчивости родственников погибших, принципиальной позиции руководства Следственного комитета России, работе нового следователя, уголовное дело всё-таки дошло до суда. И по нему вот-вот должны были объявить вердикт. При этом у родителей Аскера Узденова и Владислава Глацкова не было желания во что бы то ни стало добиться самого сурового наказания для виновника ДТП. Он появился через полтора года после случившегося. Попросить извинения он не хотел. Я ему сказал, я говорю, Бог тебе судья, я тебе ничего не говорю. Я хочу посмотреть, чем всё это закончится. 9 июня 2023 года родные погибших наконец-то услышали то, ради чего пошли до конца. Виновен. В Адыгихабльском районном суде при объявлении обвинительного приговора Максим Якуш был взят под стражу. В суд приговорил признать Якуша Максима Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 6 статьи 264 УК РФ в редакции федерального закона от 31 декабря 2014 года за номером 528 ФСЗ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, признанный виновным в совершении ДТП со смертельным исходом Якуш по решению суда обязан выплатить пострадавшему водителю Киа Рио и родственникам погибших суммы от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Артур Махцарий Бастанов, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.